Откуда любовь к животным? Да ниоткуда. Она у меня, наверное, всегда была. Мы с зоопарком спасали лостоногих. Это тюлени, нерпы, северные наши, они краснокнижные. Они делают норку в снегу, рожают детеныша. И если весна ранняя и снег растаял, то детеныш оказывается в воде. И человек находит где-то на берегу маленького раненого тюльненка. Ну, раньше они гибли. Потом вот стали к нам отвозить. Я тогда не знал, что нужны медведям помогать, и лисам, и всех белкам, зайцам и так далее. Потапать? У него лапа проблема. Ай, ты мой хороший, ай, ты мой сладкий. Ай, ты мой хороший. К нам медвежонка поступил, пришел пост ГАИ под Санкт-Петербургом, покусал там гаишников, они пытались там с ним фотографироваться. Привезли его к нам. Просто с этого медвежонка начались все животные. Пошли лисы, белки. А куда девать? Вот лиса попала под машину. В ветклинике их не берут. Ни один зоопарк не возьмет животное со стороны. Каждый день присылают какие-то посты, какие-то документы. В Дагестане два медвежонка брошены. Там еще где-то. То есть есть из Приморского края, из Сахалина есть. Вот овсюду. Центр, как наш, в таком виде, в таком состоянии, он единственный. Аналога вообще нет. На этом не заработать денег. Это такое суперубыточное мероприятие. Помощь животным. У нас каждое животное имеет какую-то свою историю. Берем, например, люминьку. Это лосиха. У нее 60% тела было как бритвой порезано. Стая бездомных собак. Напали на мать с лосенком. Мать прогнали. Лосенка, вот эту девочку, загнали в реку. То есть она даже уже когда плавала, они доплывали и драли ее прямо в речке. К счастью, рыбак. Собак отогнал. Лосенок фактически уже утонул. Он его вытаскивал из воды. И вот привезли к нам. Целый день зашивали вот эти раны, чистили. Она у нас два раза уходила. Уже все даже не дышало. Ее тут откачивали. В клинике ее реанимировали. Почему люминька? Назвали. То есть спрей такой алюминиевый. Дезинфекция. Ну и когда мы эти все раны покрыли, то есть это такой получился лось весь серебряный, блестит алюминиевый такой. Вот ее и назвали. Алюминька. Ну, осталось только у нее дефект, одно ухо не поднялось. Там раны были сильные, и оно так висит. Но она не понимает, что она лось. Она считает себя человеком. Животное дикое, они боль не показывают. То есть вот в природе, если дикое животное показывает, что ему больно, оно просто погибнет. Если уж животное вышло к людям, то есть это уже все, это, ну, конечный предел, то есть, ну, последний. Бублик. Вот у нас бублик, винтовидная собака, она столкнулась с поездом. У нее по плечу отрезана лапа, шесть переломов черепа. Вот сколько мы с ним возимся, на сегодняшний день он уже сам ест, да, уже пытается ходить. То есть вот он карабкается, он жить будет. В свое время, когда открывались, у нас была такая, ну, мечта. Вылечили, выпустили, вылечили, выпустили. У нас не было мысли, что тут кто-то будет жить. Львов не выпустишь, медведей не выпустишь, просто пойдет к людям, в конечном итоге погибнет. У нас две львицы, Эльза и Симона. Вот, вот такая та вырастет. Ну, Эльза, она какой-то шейх подарил своему товарищу здесь, в Питере. В ящик ее посадили, самолетом отправили. Она, ящик развалила этот весь. Отходите, отходите, это не шутки. Захватила самолет, и в течение пяти часов отбивали ее от самолета, или самолет от нее, пулком. Террористовая. Присылают медвежонка фотографии. Он был Сеня уже тогда. Он сидел в бане, там такая баня по-черному. И фотографии там жуткие были. Притравочная испытательная станция, где собак охотничьих натаскивают на дичь. У нас ребята поехали отсюда, выкупили профессионал по медведям. Он сказал, ну что, он такой инвалид, его надо усыпить. Ну, что значит усыпить? Вот мы его сюда привезли, комнату ему выделили, и он... Вообще говорили, что он больше года не проживет. Он прожил вот три с половиной года. И он совершенно не рос. Он в три с половиной года весил 20 килограмм, вместо 150. Но он маленький был, и у него это физическое, как мы смеялись, все переросло в умственное. Он был очень умным медведем. Выражением лица он мог там сказать, ого, там, чего там. И он всегда замечал все новое. То есть вот на территории, даже если где-то появлялась сетка там с яблоками, он уже понимал, что это не на месте. Он подходил лапой там, шевелил, говорит, ого, это непорядок, надо убрать. Мы его за вхозом свалили. Ну и как-то хотелось его увековечить. Было предложение, вот давайте памятник сделаем, да, ну, памяти ушачьим питомцам. Это душа животных. Конечно, и есть. Ну, вот, когда общаешься с животными очень долго, он понимает, что они больше соображают, чем о них говорят, пишут о них специалисты. Мои друзья, они все время спрашивают, а зачем тебе это надо? А ответить я им не могу. Я не знаю, зачем. Ну, кто-то помогает людям, кто-то помогает животным. Вот мы помогаем диким животным, потому что им никто не помогает вообще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. Продолжение следует...